Привет, зритель! Давно не делала обзоров с Озон, сейчас самое то как раз будет. Благодаря случайному зрителю моего канала я узнала про один магазин на Озон, когда я туда приперлась, мне этот магазин сказал, на тебе 250 баллов, потрать их в течение троих дней, иначе сгорят. И оплати ими одну четверть покупки. Ну как обычно, короче. Я себе купила пуэр. Правда, человек писал мне под шортсом, кажется, посвященному японскому чаю как раз Озону, и я думала, что он рекламит мне именно японский чай, но может быть этот человек просто рекламил свой магазин. Магазин, кстати, называется Чайная линия. В общем, у нас тут шу-пуэр китайский, черный чай, чайная линия, 100 грамм. Липская область, деревня Хмелинец или Хмелинец, не знаю уж. Странное изготовление Китай. Чай с шу-пуэр гунтин 2005 года, стопроцентный. Слёгодности 50 лет. Дата упаковки 26.07.23. Такая вот коробочка. Тут наклейка с иероглифом чая китайским. Ну, в смысле иероглиф, который означает чай. Первая мысля верится с трудом, что это чай 2005 года. Что у меня тут пишется, да? Короче, сейчас я его встрою, просто у меня как бы был пуэр гунтин. Ну, это называется либо императорский пуэр, либо дворцовый. Слабый запах того вот самого пуэра. Если его заварить, он по вкусу, ну, очень такой себе. А если его сварить в молоке, то, во-первых, есть долго не захочется, а во-вторых, по вкусу будет как сырая земля с молоком. Ну, или сырая картошка с молоком. Короче, очень специфический. Думаю, может, сегодня-то я его уже не буду варить, уже поздновато, но завтра можно попробовать. У меня всё где-то вышло на 600 или 700, ну, в общем, около 700 рублей. Я артикул оставлю в инфоборсе и пропишу цены, которые вот с учётом тех баллов мне выпали. Это вот было три таких чая, короче, от чайной линии. Чай это искусство, искусство быть собой. Простенькая такая коробочка. Дальше. Мне дизайн, если честно, не очень понравился. Там вот такие вот, ну, совсем не Китай. Понятно, что купили в Китае, везде в мешках, расфасовали где-то там в России. Состав красный чай Сяо Джун, стопроцентный, срок годности 10 лет. Изготовлен, упакован 9 сентября 2021 года. То есть, минус три года уже ушло. Красный чай Сяо Джун, здоровье, чай на линии 90 грамм. Сяо Джун, здоровье. Дизайн тут этих, это, эти рисуночки. Ну, короче, это... Не сказать, конечно, что вот прям вау, вырвы глазные, но у меня первая мысля вырвы глазные. Я бы вот, если бы, чисто не отзывы там покупателей, и просто потому, что я давно не покупала красный чай, он как бы шел как лапсан сушенкой, плиточкой. Не знаю уж на самом деле ли оно. Надо было, наверное, ножницы взять. Да, у меня сейчас вот новая рубашечка, я завтра... Ну, как, они уже прислезли бы дня как, но в силу разных обстоятельств. Короче, у меня там была вот эта рубашечка, и к ней еще красная, либо розовая, уж не помню какого цвета, велосипедки. Ну, типа капли там, для велика, короче. И я их заберу, и потом уже в полный рост сделаю обзор. Ну, а так, если интересно, то можете, наверное, в тереге я туда кидала фоточку. Сейчас я отползу, возьму ножницы, потому что так что-то у меня не рвется. В общем, я тут снова и уже с ножницами закрывала балкон, потому что там очень шумные дети были. Даже закрывала сначала полностью балкон и окно, но понимаешь, что как бы душно. А окно через щелочку, и я это открыла уже, сделала щелочку на балконе, делала щелочку на окне. Открыла комнату, потому что окошко сразу туда-сюда циркулировать стало. А сейчас только подошла к балкону, смотрю, там вроде никого, но всё равно шумно. Китайский чай Сяо Джун, всё годности 360 месяцев. Изготовлен и упакован. Вот здесь вот дата. Видимо, должна была быть тут. 150 миллилитров, 95-100 градусов, 15 секунд заваривать. 90 грамм. Вот такое же вот. Забегая вперёд, мне моя любимая одна подписчица послала что-то. Когда я ещё была в деревне, я это что-то сначала 3 дня тусила в городе её бытия, потом 4 дня лежала в Ярославле. И вроде как прибыло в Угличе. Возможно, я надеюсь, если пусть это наша завтра работает, то я её получу, эту посылку, и запишу обзор. Да, вот он немножко тут крошится. Его я бы сейчас заварила даже. Может, что ж бы сделала. Откровенно говоря, вот он, ну, совсем не пахнет лапсанг-сушонгом. Как он будет на вкус. Ну, лапсанг-сушонг это своего рода как бы подкопчёный чай, ну, русский вариант названия копчёный чай. Мне нравятся лапсанг-сушонг и формулы Алонг. У меня давно тоже отсутствовало в коллекции чая, но формулы Алонг я как-то там не обнаружила. Это как бы по Алонгу написано, понятно, да, этот Улон. Какой-то там дракон, я уже не помню название. Может быть, у меня в обзоре чайных коллекций где-то он встречается. Вот так запаковано, как бы, конечно, откровенно говоря, вот запах сейчас такой, как от самых дешёвых сигарет, которые дедушка у меня в детстве делал самокрутки иногда. Он курил приму, балканскую звезду, а иногда делал самокрутки. И вот пахнет вот этой вот самокруткой. Так-то неплохо спрессованная. Понимаешь, что-то они в России прессовали и делали в Китае, соответственно. Только оно, может быть, ехало, лежала где-то, упаковка уже в России. Вроде у этой фирмы Вазон, а может у какой-то другой я там видела, значит, белый чай из Сочи. Цена такая, будто это и пагати в Японии. Вот. Это второй чаёк. Я тут его поставить. И ещё у меня тут чаёк. Очень странно, если честно, с магазин. Я, может быть, сделаю его как бы с экрана, запишу, как он выглядит. А может, не буду просто, чтобы не геморить, потому что, в принципе, лениво мне. Там, скажу просто на словах. Вот, допустим, там на упаковке на этикетке полноценная такая вот точа, прессованный чай, да, Куэр. И написано, допустим, 375 грамм, а в названии в скобочках 100 грамм, 50 грамм или что-то такое. И если внимательно читать, то советую прочитать описание, потому что вот где в графе там написано, сколько на самом деле. Ты думаешь, что ты покупаешь за эти деньги большущую плиточку, а там, скорее всего, будет какой-нибудь обломочек. Я долго так читала, смотрела, выбирала. У меня Куэр, в принципе, практически закончился. Я россыпью отправила в деревню. У меня там была церемония. Я их почему-то пытаюсь обозвать одной метал-группой. Думаю, метал-гатца, цимметри. Короче, двери, три точки от Конфуции еще осталось. И где-то старые такие. Может, они уже им под лет 20, наверное. И они и так-то древние были. У меня еще лежали. Чур знает сколько лет. Больше 10 точно. Немножко так еще прессованного Пуэра есть. Но я подумала, что надо уже как-то купить. Плюс еще у меня где-то есть Пуэр в форме смолы Пуэра. Это Шу Пуэр Тихая Ночь. Марки Чайная Оленя 200 грамм. Тихая Ночь. 21 декабря 2023 года она упакована. Пуэр 23 год. Срок годности 30 лет. Чай Шу Пуэр 100% изготовлена, упакована 30 октября 2023 года. Так вот, я долго искала, чтобы была действительно цена соответствует картинке. И в описании тоже соответствует тому, что на картинке. Очень как бы обманный путь покупателя. Потому что как бы на картинке одно. В названии вроде то же самое. В скобочках еще так помечено другое. А в описании к товару уже третье. Вот тут рисунок по дизайну такой. Чуть ли не ручкой его рисовали. Не запечатано. Как тот чай, кстати. Ну вот, наверное, по образу и подобию сделано по заказу. Хотя нет, это, наверное, просто уже запечатывали в России. Тут крошки такие. Пахнет он слабо. Ну, таким как бы, да, Пуэром. Ну, покупала на той строке риск. Там кто-то писал, что вложат они якобы этот смолу Пуэром внутри. Ну, видимо, кому как повезет. Тут точа. Кто-то жаловался в камен, так что его... Она очень хорошо крошится. На самом деле это хорошо, когда чай хорошо крошится. Потому что у меня был старый Пуэр, который мне привозили из Китая с сувениром. Женщина, которая уже не жилец. И по ее просьбе кто-то из ее знакомых мне привозил. И если он долго уже вот лежит не там, где надо, а у покупателя дома, то его фиг раздолбаешь даже Пуэрным ножиком. Поэтому, в принципе, это нормально, что он крошится. И такой Пуэр, блин, когда вот ты покупаешь, даже вот из Китая мне привозили, то можно было разломить этот блин на пару-тройку частей. Здесь он просто крошится. Прямо СМР можно было бы записать. На самом деле его, по ходу дела, придется долбашить ножичком. А нет. Смогла отломить, вот смогла отломить. Я думаю, может сейчас его даже заварить. У меня, конечно, несколько дней бессонница. Плюс я из деревни приехала, привезла эту бессонницу. Ну, я думаю... Не думаю, что тут настолько Пуэр, что вот прям супер-вау взбодрит. Да и как бы пропитая я этим Пуэром. Смогла-то никогда бодрит. Вбратно зашел, а то он тут осыпается. Может, запишу шортик, как я его... Как он мне... Такой. Вот три у меня их было. Потом два я делала повторюшку, потому что один чай отправила в деревню, а один у меня заканчивался. Я на него уже делала отзывы в формате шортс. И, по-моему, они у меня были... Может, все, может, не все в моих мунбангах. Какой-то из них вроде даже был просто как... Честно, не помню, но, возможно, он все-таки один из хокусановских чаев. Был у меня чисто отдельным таким дегустацией. Чай-то купить чай. Он был чуть по скидке, чем... Ну, чуть меньше цена была, чем до этого я покупала. Один, по-моему, 214, другой 220. За 50 грамм. Тут упаковочки у них все по 50 грамм идут. Упакован он 18 марта и сроком до... Ну, этого года. До 18 марта 26 года. Это чай из веточек и стеблей. Вот такой. И следующий гемантя-мантя. Я его, наверное, в последнем в банке как раз заваривала. И он мне очень понравился. По качеству очень хорош. Единственное, что тут реально как на упаковке, так и внутри вот этот дутый рис. Не просто жареный, а именно дутый. А Никита мне присылал именно просто жареный рис гемантю. Гемантя просто гемантя с матьей была. Ну, вот тут гемантя с матьей. Правда, тут... Ну, я читаю по Поливанову. Написано по романде. В смысле, название, транскрипция русскими буквами, но как романде. Так же известен как гемантя-матья. Является уникальным и вкусным видом японского зеленого чая, который объединяет два популярных вида чая. Гемантя и матья. Гемантя-матья. Гемантя-матья. Хорошее качество. Мне вот нравится. Конечно, ну, может быть, завышена цена. Я думаю, что, учитывая, что тут дутый рис, цена все-таки немножко завышена. Но, с другой стороны, на безрыбье и аэрокрыва, потому что я ничего пока не нашла такого поменяемого по цене. 200 с лишним рублей за 50 грамм японского качественного чая, который действительно как бы в Японии создан, в Японии запакован, но там импортирован уже в Россию. Видимо, у этого слона договор с Японией, с каким-то японским заводом. И последнее, так, чай. Я такой уже покупала, кажется, к Новому году себе. И, похоже, ну, кум я покупала, но что-то он мне совершенно не зашел. И он у меня раздался по гостям, там, родственникам, еще кто-то, кто-то приходил. И, в общем, раздала кому могла. Что-то у меня немножко еще осталось, а он, я про него забыла, он сахарница такой стеклянный стоит, или хрустальный, фиг знает, мне сестры дарили на какой-то праздник. И его немножко подпортило солнце, я про него забыла. Наглянуть вообще, наверное, вы уже отправите в мусорку, потому что что-то и он и у меня не зашел, и, в общем, он, наверное, уже испортился. А этот один в один, повторюшка, у меня были какие-то баллы. И он написал, что, типа, вот вам еще баллы закинул продавец этого, вот этого, вот. Но там через какое-то время они сгорят. Думаю, что бы не это. Но из всего путного просто там что было, там сладости были какие-то. Халвы там уже не было в этом магазине хлопковой. И был, смотрю, луку. По цене, как раньше. Еще у меня там отваливается. Так, вроде, все нормально пишется. Вылезало какое-то сообщение на экран планшета. Может, что опять отвалилось, как на Монбанге тогда. Короче, натуральный лукум ассорти. Восточная фантазия. Мне у них вообще как бы понравился лукум, но именно вот такой. Другой мне как-то не зашел. Тут вполне нормальный состав. Сахар, крахмал сушеный, слива сушеная, банан сушеный, на дня сушеная, клубника сушеная, яблоко сушеный, апельсин сушеный, киво сушеный, кокосовая острежка, регулятор кислотности, лимонная кислота. Килограмм плюс-минус 10 грамм. 4 марта этого года он создан. 8 месяцев живет. Сделано в деревне Ивакино. Калужская область. Натуральный фруктовый луком. Все, наверное, вкрою тоже. Он зафольгирован, сама упаковка. И еще, вот, когда достаешь, тут тоже еще, ну, ой, пардон, зафольгированная упаковка. И заслюгирована сама внутри еще. То есть можно раскрыть на камеру, не бояться, что она упадет тут на тебя. Вот, ну, напомню, что артикулы будут в инфобоксе на все вот это вот. Если вы что-то пробовали или пили какой-то из этих чаев, либо какой-то другой, можете поделиться со мной на комментариях. Я поставлю вам сердечко. Я сейчас сижу, так и доловлю себя на мысль, что у меня, наверное, голос умирающего лебедя. Мне тут, правда, товарищи... Хотела сказать по несчастью, но мы все-таки с ним еще не работали в плане Сканрита. Может, по-другому. Товарищ по общему хобби, новый товарищ по общему хобби, скидывал фоточку лебедя. Вот та самая ситуация, когда он пока лебедь в воде, он такой красивый. А лебедь без воды, он как гусь какой-то. Вот я умирающий гусь какой-то. Если хотите поддержать канал, я скажу вам спасибо. А где-то будет облачко с этими вариациями поддержки меня. Спасибо, Аня, за донат. Аня меня периодически поддерживает. Это очень приятно. Одна с Алиской, спасибо. Ну и что еще это? Если я что-то обещала записать, но давно не пишу. Можете напомнить в комментариях, я просто могла забыть. Если у вас какие-то иные идеи для видео есть, или болталки для Мунбанга, тоже можете поделиться со мной в комментариях. Я постараюсь по возможности выполнить ваш запрос. Ну и да, если вы думаете, что давно не было видео, видео есть. Как бы я словила не знаю что. В тот приезд древний я писала очень много шортс. У меня еще шортс на телефоне. Не все обработаны. И как бы шортс это тоже видео. Ну и если оселить до конца, то спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok